здравствуйте меня зовут федор васильев приветствую вас пятнадцатом уроке видеокурса лендинг пейдж для начинающих и в этом уроке вы узнаете как создавать дополнительные страницы для вашего лендинг пейдж в адобе muse в адобе muse можно вообще создать неограниченное количество страниц также и вложенных страниц то есть у нас в принципе может получиться полноценный сайт страницы создаются очень легко находясь вот в таком режиме вы можете навести мышку значит на миниатюру и вы можете наблюдать что у нас по сторонам появляются такие плюсики например нам нужно страницу отдельную сделать контактов смотрите мы наводим на наш миниатюру и нажимаем на этот плюс если нам нужно чистую белую страницу и вам по каким-то причинам нужно с нуля сделать этой второй странице контактов дизайн то вы нажимаете плюс у нас появляется простой сайт пустой холст сразу же переименовывайте здесь например контакты если мы два раза перейдем кликнем по этой миниатюре нас перебрасывает в чистый холст где мы с нуля создаем дизайн для страницы контактов или любой другой страницы которая вам нужна еще такой момент внизу есть такой шаблон так называемый мастер шаблонов если мы два раз сюда перейдем здесь можно сделать вот чего либо дизайн либо картинки либо например сейчас я сделаю здесь заливку смотрите что происходит я здесь дал цвет и автоматически продублировался цвет и здесь и здесь то есть можно сделать так например сейчас я зайду а в эту удалю и цвет пропадает везде тоже можно сделать так зайти в наш сайт полностью копировать весь контент зайти в мастер шаблонов здесь его вставить разместить все выровнять и тогда все последующие страницы если я буду нажимать на плюсик то у нас он будет дублироваться из-за мастера шаблонов но можно сделать пойти и другим путем если нам нужен дизайн сохранить на для других страниц а это в принципе нормально то есть задний план может быть тот же самый до меняется как правило на сайте только контент дизайн как правило один и тот же и вот смотрите чтобы нам с нуля вот это все не переносить в новые страницы да кстати если мы найдем мышку на миниатюрку у нас еще появляется в углу такой крестик это удаление страницы давайте удалим эту страницу смотрите правой кнопкой мыши мы кликаем по нашей основной миниатюре да и у нас есть вот такой вот выпадающий список и у нас тут есть такой пункт полезный дублировать страницу нажимаем дублирую страницу сразу ее переименовываем как контакты например у нас получается тоже самая страница с другим именем согласитесь всегда легче удалить лишние элементы быстрее чем заново подгонять весь дизайн и что мы делаем например мы заходим сюда удаляем все лишнее не пугайтесь мы удаляем это все на другой странице вот здесь вкладка вы можете видеть ее название нам нужно оставить только общий вид общий дизайн правильно поэтому мы это все удаляем пишем значит контакты подложку можно оставить для контактов и ниже добавляйте новый текст там контакты телефоны и так далее да так вот такая вот принципе страничка у нас есть задний план я оставил вот этот вот картинку также можно ее удалить также можно сделать предварительный просмотр в браузере она у нас такая длинная да ее надо сократить нам чтобы убавить высоту сайта до самый низ опускаемся у страницы контактов и удерживаем мышь двигаем за средний ползунок я решил картинку удалить и оставил только заливку браузера в принципе вам понятно да оставляем самое необходимое и здесь другая страница до другой контент и здесь у вас должен быть текст что касается контактов соответственно на этой странице вот это слово самое первое у вас заголовок здесь может быть ни одно слово контакты и там что-то еще это вы делаете в h1 вы это помните да и обращаем внимание на в адресную строку очень важный момент я уже немножко об этом говорил вот здесь вот страница не должна быть на русском языке то есть во вкладке у нас написаны контакты а вот здесь так называемый альяс он должен быть английскими буквами по-русски да как говорится как это меняется также страница свойства страницы переходим параметры и вот находим поле где у нас написано . html вот здесь вот под ним снимаем галочку как имя страницы и вот здесь вот пишем по-английски если вы не знаете английский язык то копируйте слово контакты идем в браузер переходим в google транслит просто зайдите в сервис google и найдите там а переводчик google вот в такое поле вставляем контакты здесь вот нужно выставить с какого на какой язык вы переводите кликнув по галочке вот написано что с русского перевожу а здесь стоит английский и потом здесь кнопкой перевести получаем английское слово и вот здесь вот заменяем и нажимаем ok так давайте еще раз предварительный просмотр страницы вот на это вы не смотрите потому что это у нас предпросмотр здесь у нас будет адрес домена потом косая черта и потом правильный url то есть вот url вот эти вот ссылки это url называется да и вот сейчас у нас правильный альяс не забывайте об этом такие ссылки хорошо индексируются когда у нас здесь все порядок все правильно и и здесь не допускаются русские буквы то есть вот вы это видите и таким же образом вы создаете а либо по плюсику либо дублировать страницу столько страниц сколько вам нужно и остается еще один немаловажный момент заходим на нашу основную страницу нам нужно сделать вывод данных страниц на наши главные страницы да и не забываем если вам эти же страницы нужны планшетной мобильной версии то вам придется там отдельно все создавать чтобы отдельно вот так все не создавать вы сначала делаете основной сайт делать для него все что нужно с все страницы а потом только плюс планшет плюс мобильник создаете тогда все страницы перенесутся и вы их там только отредактируете то есть вот это будет правильный порядок у нас будет отдельный урок про меню даже несколько уроков меню можно вообще считать просто как бы ссылками до текстовыми например то есть для пример я просто возьму текст текстовую область и для пример напишу страница 1 чтобы ее было видно я сделаю белый цвет то есть меню бывает такое что просто текстовая ссылка вот так вот горизонтальное меню да вот так вот несколько их тут разместить и уже по сути простенькое меню соответственно там можно при наведении сделал чтоб заливка была так далее это мы еще рассмотрим сейчас я хочу вам показать как вывести ваши новые созданные страницы на вашу основной сайт на основную главную страницу сделали значит текстовый блок выделили его и вот здесь вот находим добавить или фильтровать и вот здесь будут появляться все созданные вами страницы то есть вот видите контакты и назвал вы просто ее здесь выбираете и у нас теперь здесь висит ссылка теперь чтобы это все просмотреть мы делаем файл и предпросмотр только не страницы в браузере а вот нижний пункт предпросмотр сайта в браузере то есть чтобы мы могли все страницы сразу просмотреть выбираем этот пункт значит вот наш сайт который мы с вами делали и вот здесь вот менюшечка все как полагается при наведении курсор меняется на пальчик я кликаю и у нас открывается страница контактов во вкладке браузер написано контакты здесь контакт на английском языке все нормально ну еще такой момент если нужно страницу открыть в новом окне рядом где вы вставили вот здесь вот контакты есть ссылка гиперссылки кликаем по ней и вот здесь ставим галочку открыть ссылку в новом окне и заодно даже можно подсказку здесь повесить от руки что-то написать то есть этот тайтл для наши текстовые области то есть при наведении будет подсвечиваться текст который вы написали здесь ну например напишу демо и нажимаю enter опять делаю предпросмотр сайта в браузере навожу мышь а у нас всплывает а тайтл демо то есть вы понимаете как это можно использовать нажимаю страницы и у нас страниц открывается в новой вкладке это часто делают люди для поведенческих факторов то есть это раздел сел на этом я заканчу данный видео урок и увидимся в следующем наверно трудно представить себе современный лендинг-пэйдж сделанный в адоп мюс без сторонних виджетов а где же их взять спросите вы специально для вас я подготовил пак качественных из самых востребованных виджетов 121 виджет ждут вас всего в два клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет например меню для мобильных устройств несколько вариаций мобильных меню уникальные слайд-шоу всевозможные эффекты с текстом круговой прогресс бар маска с текстом и многое другое чтобы скачать виджеты перейдите на мою страничку адрес который вы видите у себя на экранах просто пишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку забрать виджеты к вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты обязательно подтвердите иначе виджеты не придут к вам на почту второе письмо придет к вам автоматически где вы сможете скачать 121 виджет делаете лендинг пэтч делайте их круто